Привет, ребята! Добро пожаловать на канал! Меня зовут Алина Лайден. Я сегодня вот помыла голову, нарядилась вся красивенько, накрасилась, поеду встречаться со своими подружками. Стараюсь несколько раз в месяц встречаться с друзьями, потому что для меня это терапия. Я отдыхаю душой, и у меня заметно снижается уровень стресса, и как-то больше радости вообще к жизни появляется. У моей подружки был день рождения практически месяц назад, но мы не виделись, и день рождения она не справляла, но подарок ей я купила, и сегодня я его вручу ей. Я взяла в The Body Shop вот такой наборчик. Здесь умывалка, тонер и крем с малиной. Какие-то такие штучки должны вкусно пахнуть. Ну и просто розовое, все красивое, как мне нравится, и упаковано с бантиком. Дальше, так как моей подружке нравился очень мой чехол Поппет, я ей купила вот такую клубничку Поппет. Вот, можно играться, антистресс. Дальше масочки от Ennis Free. Здесь 5 масок. Гранат, мед, бамбук, и они разные. Вот, например, вот это асайи, ягоды, это как крем, то есть более плотная маска. Вот это инжир эссенция, 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 эссенция. Вот это вот water type, самая такая водянистая текстура масок. От Ennis Free маски потрясающие. Также я положила 3 с юдзу, такой японский фрукт, разогревающиеся маски на глаза, чтобы хорошо засыпать, я их обожаю. Вот такие вот ягодки, клубника, банан, яблоко, замороженные. И здесь открыточка. Я двум подругам одинаковые открытки купила, просто очень они мне понравились. Больше всего в магазине с такими мишками. Вот, одной подруге дарила подарок с такой открыткой. И вот второе. То, что внутри, я не буду показывать, что я подписала. В общем, вот такой вот подарочек. У меня сейчас есть такие духи. Сейчас буду душиться маски на своими любимыми. Последнее время здесь запах жвачки, переходящий в цветочный аромат. Очень сладкие. Я обожаю именно сладкие запахи. Также у меня до Body Shop есть абрикос, такой мист для тела и волос. Вот, это у меня с гранатом. Такой очень тоже яркий запах. Это сухие духи, это Body Shop. Это мне мама ученицы дарила. Chanel Chance. Но они такие на любителя. И лучше, когда холодная погода, в жару им не очень душиться. И это мне Ситора дарила. Таким запахом хлопка. Духи. Вот. И когда я выхожу куда-то, я всегда вот душусь. И здесь у меня маски трех цветов под разный аутфит. Розовый, желтый и голубый. А это я, если в этой комнате сплю, я вот одна осталась тут, кстати. Пользуюсь вот такими вот масочками для сна. Мой сегодняшний аутфит у нас на улице уже плюс 30. Сейчас 13 марта. И уже очень-очень жарко. Но для скутера, чтобы не загорели руки, нужна, конечно же, кофта. Первая остановка у меня заправка. Потому что мало сейчас бензина осталось. Ну, как раз. На всю неделю. 115. Очень жарко. Я запарковалась где-то во дворах. Потому что там парковочных мест нету возле кафешки. Но доехала очень быстро. Как-то выходные, не такой большой трафик. Особенно, если день, не вечер. Потому что все сидят дома в такую жару. Это центр города. Стоят барышни ждут меня. Привет. Привет. С прощающим днем рождения. Пожалуйста. Ну, ты же, куда же ты будешь праздновать в любом случае. Я же сразу купила. Потом посмотришь. А что, мы все или еще кто-то? Еще кто-то придет? Оля. Ну, можно поднимать. Давай. А что вы тут стоите? А что вы не пошли? У тебя что? Тут уже жарко. Тут уже вкусно. Тут уже жарко. Давайте отсканируем. Смотрите, какие тут вкусняшки разные. С клубникой. Так вот мы тут сели. С Ксюшей, Ситорой и еще новая девочка Оля. Она принесла конфеты из России. Нам попробовать. А место такое красивое, получается, в таком стиле. Не знаю, хай-тек какой-то. Очень современный стиль. Все такое черное, серое и интересное кресло. Тут как раз четыре кресла. Такая зона. И нас сегодня всего лишь четверо будет. Здесь у меня панини с курицей и с трюфелями, с сыром. Я сказала, чтобы мне убрали яйцо. И осталось тут только картошечка и такой листья салата тоже с сыром. И какой-то соус интересный. И я заказала большой латте с соленой карамелью, вроде бы он. Такой слоями интересный. Холодненький. Вот в такую жару самое то должно быть. Ненавижу жару. Почему? У Ситори уже пятый месяц беременности. Она уже чувствует малыша внутри. Так еле заметно. Хотя живой такой же маленький. А ты только на этой неделе начала чувствовала. Как это вообще ощущение? Я обычно как будто внутри вибрация ешь. Вибрация что-то непонятно. А хочется больше есть или что вообще поменялось? Спать хочется. А пекет нормально? Все нормально. Ну ты вообще не по-то спела? Ну так вообще не заметно. Не, одежды такие. Да, одежда та же самая. А вот в таких блубках даже вообще не видно живой. Вообще даже незаметно. Очень сильнейший. Класс. Так что у Ситори скоро будет сын. Сейчас я это все размещаю. А то получается этот крем белый слишком сладкий, а кофе очень горький. Но вот эта пенка молочная, она потрясающая. А Ксюша заказала. Ксюша уже раздербанила свой напиток. Слишком поздно, слишком поздно. У меня фотка есть. Вот такой она заказала с клубникой. Так как у нас сезон клубники, клубничные смузи с карамелью и с солью. Еще вот такие тортики и вафли. Ты такую вафли заказала или по-другому? Не знаю еще. А ты сама не знаешь, что ты заказала. Окей. Это тут очень уютно, красиво. Правда, немножко отсвечивает. Но там на улице тоже есть зона, там тоже столики люди сидят. Интересненько. И потолки мне здесь нравятся. Вообще как в ангаре в каком-то, как в гараже. Наконец-то пришел заказ Ситори. Уже сколько, блин. Уже почти час сидели. Я уже попросила, подошла к ним, говорю, ребята, где заказ? Они там такие стоят, красавцы. Что-то пьют, разговаривают и заказы не выполняют. Ситори заказала вафли и фруктовый чаек. Русский шоколад. Ситори говорит, 2012, там последний раз ела. Русский шоколад. Он еще не растаял, класс. В 20-м? В 12-м. В 12-м, да, очень давно. Один сынек. Твоя семья не часто ездит в Россию. Классно. Вот такие конфеты из Сибири. Русский вкус России. Прям. И мы сейчас обсуждаем Россию, политику. Мы вышли с Ситори сюда на балкончик. На открытое пространство. Сфотографироваться вот с той стеной. Она мой личный фотограф. Кстати, фоткаешь очень классно. И обратно заходим. Тут уже так темно внутри. Уже вечер. 6 часов. Мы обсуждали с девочками роды на Тайване и в России. Уже обсудили, как электричество нам отключали в Гауссюне. Как мы выживали. Нам на один день отключили недавно. Короче, обсуждаем вообще всё самое злободневное. Да, Ксюша? Мы с девчонками вышли. Пусть ему объедут. Да, давайте. Пусть ему закрепляется. Тут очень хороший район в центре. Вот подсветка светится. Здания все классные. Вечером вообще красиво. Сидора ждёт, чтобы муж за ней приехал. А я пойду к скутеру. Ещё немножко подсниму вам вечерних пейзажей. Потому что очень красиво. Прям кайфую, когда я здесь нахожусь. Пальмочки. Поеду сейчас тоже домой. Через полгорода. Хорошо так вечером. Погода не жаркая. Но и не холодно. Очень комфортно. На этом здании шпаклёвка. Как будто тортик. Как на тортах. Такой делают. Дизайн. Мне нужны были для раковины вот такие пакетики. Они закончились прям совсем. И взяла ещё мусорные пакеты. Потому что, думаю, закончатся в этом месяце. Хочу вам показать сейчас мода на такие большие заколки с игрушками в Азии и на резинке. Прикольно так смотрится. Я уже дома. Помыла голову. Почему-то сегодня второй раз за день. Я с утра её мыла. И сейчас опять пришла. Решила полностью освежиться перед понедельником. Потому что на улице жарко. И хочется быть свежей. Но дальше она очень быстро сушит волосы. Поэтому довольно всё быстренько получилось. Смыла косметику. Очистила кожу. Потом нанесла маску. Танисфрис или с иловой кислотой. Пока в ванне сидела. Мыла голову. Вот. И потом масочку также сделала. И потом ещё крем нанесла от прыщей. Потому что постоянно маска хожу. Без маски нельзя на тайване. И, соответственно, прыщи от парникового эффекта воспаляются. Но сейчас я чистая, красивая. Дом тоже весь чистый. В порядке. Я вчера ночью убиралась вся. Бегаю, блин, столько дел у меня в последнее время. Я ещё успеваю убираться. Потому что если я не буду убираться, то у меня просто не будет силы. И ресурсов. Потому что, чтобы голова была в порядке. Чтобы поток мыслей шёл. И всё успевать. Нужно организовывать ещё. Также успевать пространство вокруг себя. Потому что, если всё захламлено. Если всё грязно. То сил на какие-то достижения тоже не будет. Я вот заварила себе свой любимый зелёный чаёк с лимоном. Там у меня учёба. Я пока тут составила планы на три недели. На следующей неделе. Вот через неделю, получается. У нас будет пейнт. Рисование. Мне нужно. Это мне дети дарят. Это моя Руби. Любимая. Это Руби. Она пишет. Это Лаусы. Учительница Алина. Это я. Вот это мы с ней. Это тоже у меня какая-то девочка дарила. Мне постоянно рисунки дарят. Это нужно убирать. Потому что они у меня со всех щелей, эти рисунки вываливаются. И по рисованию мне нужно просто, чтобы дети через неделю перенесли вот это всё. Мне нужно сказать учителям в каждом классе. Вот я записала себе. На этой неделе мы просто будем смотреть видео. Разбирать вообще, какие цвета дают, какие цвета, если их смешать. Вот, например, красный и жёлтый получаются, оранжевый, синий, красный, фиолетовый будем с детьми. А на следующей неделе я хочу просто посвятить это всё рисованию. Будем также вот так футболки разрисовывать. У них вообще очень творческие учебники. В конце учебника это окружающий мир, если что. Я веду первоклашек на английском языке. У них вот такая вот футболка. Вот она. Не очень видно, но футболка. Вот они будут свой дизайн делать. Вообще много рисования, очень много разных экспериментов. Вот. И через неделю я хочу просто paint сделать полностью. Потом share designs, take pictures, и сделать workbook. И потом games, и тоже workbook. То есть я вот это вот пропланировала, чтобы на следующие три недели у меня всё было под контролем. Потому что у меня шесть классов, и нужно точно знать, кто что принесёт, когда что делать, чтобы понимать вообще, как готовиться, чтобы дети тоже были подготовлены. Сегодня я пораньше хочу лечь спать. Ну, уже как бы одиннадцать. Я хочу немножко заняться учёбой. Ну, буквально, может, минут пятнадцать-двадцать тут просмотрю. И пойду в кроватку с Nintendo. Потому что я сегодня ещё не играла, но я каждый день понемножечку играю. Потому что там каждый день свои ништяки в игре Animal Crossing, да, я играю. И не хочется пропускать ни один день, потому что там товары, которые каждый день появляются. Если их не купить, они потом могут не появиться. И, ну, короче, каждый день там нужно немножко присутствовать, чтобы не терять нить вообще повествования, чтобы быть в теме. Насчёт моего TEFL сертификата, да, международный преподаватель английского. У меня уже модуль пятый, всего их шесть. Мне нужно на четвёртом сдать тест. Я ещё не сдавала. Жду, когда мне план урока вернут. Я план урока сдавала на проверку. Если его подтвердят, у меня останется вот пятый. Он про listening unit. Ну, модуль он называется. Вот, он, кстати, очень большой, потому что, вот видите, я это скрепками скрепляла. И у меня получилось девять частей в пятом модуле, потому что у меня такой степлер не сильно большой. И я вот так вот их делила. То есть всего девять частей. Это вторая из девяти, это третья из девяти, четвёртая из девяти. Вот он пятый модуль. Вот это он весь. Первую часть я уже прошла, кстати, вот. Вот, да, то, что я прохожу, ну, покажу. Я вот так отмечаю какие-то важные моменты. Некоторые моменты для меня странные. Подписываю незнакомые слова, потому что, опять же, здесь английский, английский. Я в жизни не очень сталкиваюсь с английским. В основном с американским, английским. Поэтому какие-то интересные слова есть. Вот, и мне остаётся сейчас только пятый и шестой модули. И lesson plan, если мы подтвердят план урока, то, в принципе, я уже закончу последние два модуля. Там потом ещё финальный экзамен есть на сайте, короче, где будут информации, вопросы из всех этих шести модулей. У меня самое прикольное, что осталось 10 дней до окончания этого всего. Мне нужно собраться, вот, сейчас сдать тест за четвёртый модуль, пройти пятый модуль, сдать тест за пятый модуль, пройти шестой модуль, сдать за шестой модуль, сдать итоговый тест потом. И если меня заставить переписывать ещё lesson plan, то мне придётся ещё переписывать lesson plan на всё, прям всё, 10 дней у меня. И я не знаю, когда этот влог выйдет, потому что у меня где-то, наверное, ещё очень много, я даже не знаю сколько, даже боюсь считать, несмонтированных влогов, потому что я просто не успеваю. У меня учёба и плюс работа, работа у меня, я же в общеобразовательной школе, в Усибане, преподаю в водовых местах, у меня каждую неделю 32 часа уроков, плюс также я готовлюсь к урокам, да. Иногда это просто вот по учебникам что-то готовлю, потому что я не могу сильно отклиняться от программы, программу тоже нужно проходить, и хорошо, что в учебнике тоже предусмотрены разные задания, что мне всё нужно самой, да, подготавливаться, но также разные задания я сама подготавливаю, какие-то творческие, то есть у нас, получается, дети до конца июня учатся, но учебники, я думаю, я закончу, наверное, в апреле, немножко в мае, плюс-минус там полтора месяца, я буду разные творческие задания с ними делать уже под конец, когда программу всю пройду, у меня будет много времени, что я уже рассчитаю, что я могу другое делать, чтобы точно всё успеть, вот. И, короче, просто я ничего не успеваю, я не успеваю делать YouTube, потому что есть блогеры, которые занимаются только YouTube, у которых нет основной работы, да, они получают деньги только с YouTube, и то сейчас лавочку уже прикрыли вроде, что с русскоязычных пользователей, которые живут на территории России, больше YouTube не платят, уже не будет появляться реклама, вот. Не знаю, как они будут зарабатывать, только если будут их ролики смотреть за границей. Но я не full-time блогер, а просто это у меня сейчас на стадии хобби, потому что кушать на что-то надо, одеваться на что-то надо, за квартиру, за дом платить, коммуналку, ипотеку за что-то надо, то есть у меня постоянно другая работа идёт фоном. И в свободное время, когда я пытаюсь какое-то выкроить, я уже занимаюсь другими делами. Хочу вам показать ещё, что я пью. Я пью аудзиру, не каждый день, не могу себя заставить, потому что не очень приятно, но очень полезный напиток. Очень много витаминов содержит он для девушек. Витаминки обычно это комплекс японский. Калагенчик в желе манговый, иногда одну, иногда две палочки в день выпиваю. Витамин С. Я прочитала, что вообще каждый день нужно витамин С употреблять, потому что он самый лучший антиоксидант, чтобы оставаться всегда молодой, красивой, здоровой. Это очень необходимо, чтобы кожа была всегда красивая. То есть 1000 мг в день это норма постоянно употреблять. И ещё я вот недавно просмотрела ролик один, где сказали, что ежедневно нужно выпивать свою норму рыбьего жира, да, омега-3, омега-6, не знаю, вот такой комплекс. И обязательно железо, также витамин В, ну я витамин В, а также мудим фонга, у него много, потому что ему для спины выписывают, и витамин В. То есть вот рыбий жир, железо, В и В нужно употреблять каждый день, чтобы был хороший обмен веществ и не замедлялся. То есть если у вас полнота, как у меня, я, кстати, оставлю это видео в описании, обязательно как бы прорекламирую, потому что польза для здоровья реально советую посмотреть. Там очень подробно говорят. Я когда посмотрела это видео, мне YouTube порекомендовал, я была просто в шоке. На следующий день я пошла и купила себе вот эти витамины. Вот, и как бы это лучший, самый лучший антиоксидант. Там также в том видео ещё говорят, какие там ещё антиоксиданты. Можно купить там куркумин, что ли, но я пока не нашла. Нужно вообще пойти к терапевту, попроситься, чтобы сдать анализы на гормоны, на железо. Даже не на железо, а на ферритин. То есть оказывается, железо может быть в норме, но ферритин не в норме. То есть ферритин это тоже железо, но как бы просто другое название. Короче, я пытаюсь сейчас в этом во всём разобраться, пытаюсь взяться за своё здоровье. Я уже записывалась к терапевту на прошлой неделе, но отменила приём, потому что я просто не вывожу, у меня всё столько всяких дел. Вот, потому что сейчас пытаюсь с дерматологом разобраться, когда я решу свои эти проблемы. Потом как-нибудь запишусь к терапевту, когда будет чуть-чуть полегче с расписанием. Вот, и, конечно же, сейчас понимаю, что мне нужно сбрасывать вес. Вот, но, конечно же, не диетами, не ограничением питания, не жёстким спортом, а очень плавно. И также я смотрю разные видео про здоровье. Очень важно, разные врачи-эндокринологи говорят, что ни в коем случае нельзя уменьшать свой колораж. То есть, если вы питаетесь как-то нормально, и вдруг, ну, для вас, и вдруг вы начинаете резко снижать свой колораж в рационе, то потом, когда вы вернётесь к своему привычному колоражу, конечно же, вы наберёте вес. То есть, нужно худеть, как-то заменяя на более полезные продукты, но не изменяя колораж. Нужно очень медленно сбрасывать вес, иначе, конечно, он вернётся и потом ещё и прибавится. Для меня, кстати, никогда не было мотивации именно красивая фигура, красивое понятие стандарта, там, 96-90, но для меня мотивация, наверное, не умереть молодой, а долго прожить и прожить жизнь качественно, без задышек, без усталости, без сахарной зависимости, да, потому что, скорее всего, у меня инсулинорезистентность, раз у меня лишний вес, да, потому что... У меня иногда очень много хочется сладкого есть, и я понимаю, что это скачки глюкозы в крови, я тоже с этим разбираюсь. Короче, нужно себя ограничить в сладком, это точно, потому что, ну, есть такое, да, чем больше ты ешь сладкого, тем больше тебе хочется, потому что это быстро усвояемые углеводы, скачок глюкозы в крови, и потом, когда через пару часов это всё приходит в норму, мозг говорит, давай, давай, ещё больше сахара, и на самом деле, чем меньше ты ешь, тем меньше тебе хочется. Но когда недосыпы, у меня часто недосыпы, практически всегда в течение рабочей недели, потому что у меня такой очень странный график сна, я засыпаю днём, когда после одной работы на вторую бегу, да, у меня есть пара часов, я сплю днём, и потом вечером после этого я не могу заснуть. Но если я не посплю днём, я вообще просто помру, потому что рано встаю на первую работу, после первой работы немножко сплю, иду на вторую, и когда ты днём уже поспал, у тебя как бы есть силы, чтобы продолжать зажигать, и ты делаешь больше дел вечером, и ночной солнце сокращается, получается двухфазная фаза сна, то есть я сплю днём и ночью, две фазы. И по утрам я очень странно просыпаюсь, я как зомби, и в обед я очень много ем из-за этого. Короче, очень много вопросов нужно решить с организмом, с весом, настроиться на какой-то более здоровый образ жизни, но опять же не правильное питание, потому что я не делю продукты на вредные и полезные, также я не принимаю никакие советы по поводу диет, спорта и так далее, пожалуйста, не пишите, потому что, ну, это очень личное, это я буду делиться своими успехами с вами, когда у меня будет уже что-то получаться, просто мысли, что, конечно, нужно заботиться о своём здоровье, я это всё понимаю, принимаю и буду действовать. Я не хочу, чтобы этот влог был слишком долгим, поэтому закончу на этом дне, не буду снимать продолжения, потому что мне так уже очень много всего нужно смонтировать. Постараюсь в последнее время делать влоги более компактными, потому что на монтаже я просто умираю, и из-за этого видео выходят не слишком часто, потому что просто это всё требует очень большого количества времени. Спасибо всегда за поддержку моих видео, за лайки, за комментарии, за вашу активность. Также, как всегда, мой Инстаграм в описании, также я добавлю Телеграм тоже, потому что это видео выйдет гораздо после того, как в России, вот сейчас, какое у нас 13 марта, завтра обещают блокировку Инстаграма в России. Посмотрим, посмотрим, если на этом моменте, когда видео выходит, Инстаграм ещё работает у вас в стране, подписывайтесь на Инстаграм, или если вы пользуетесь VPN. Если нет, на Телеграм, и я продолжу вас радовать в Ютубе, как всегда. До скорых встреч, до новых видео. Всем пока!